С утра бомбили окрестности, немного город задело, пока спокойно, но очень страшно просыпаться в 5 утра от разрыва ракет. Хотя какой просыпаться, никто в эту ночь не спал особо. Подобные тревожные сообщения от жителей Украины и приграниченных к ней населенных пунктов России можно встретить в любых социальных сетях. Все понимают, что начинается что-то страшное. А жители Гагаузии, которые имеют родственников, с утра каждый час трезвонят узнать, как они и что с их родными. Говорит Наталья Чубан. Сама она из Чадарлунги, но с утра звонила своим родным, который сейчас находится в Донбассе. Города перекрыты. Ее сестра Елена на данный момент проживает в Харькове. И вот что она рассказывает. В тревожной ситуации находятся и жители близкой к Украине. Города Белгорода. Там проживает уроженка Гагаузии Мария Гончогла со своей семьей. И вот что она рассказывает. Вертолеты, я так понимаю, патрулируют воздушное пространство самого Белгорода. Украинцы отправляли какими-то своими наводящие ракеты. У них оборудование, как нам сказали, у них военная техника вся уже старая. Они взрываются в радиусе 5 километров. То есть они не попадают в точку. И могут упасть на любой жилой дом и все что угодно. Грохот снарядов и сирены с утра в Киев разбудил мирных граждан. У Анастасии Блицкой с мужем Ярославом уже полная готовность. И в первую очередь покинуть зону опасности. То есть город, в котором родились и жили. Сейчас они в 120 километров от Киева в безопасном месте. Чувство тревоги остается. Паника присутствовала, когда мы выезжали из Киева. Все заправки, вот это АЗС, везде очередя, ажиотаж, люди все боятся очень. Вот эти кордоны. Мы уже с понедельника как бы были готовы к таким моментам. Поспокойная обстановка в юго-западной части Украины. Наша собеседница Наталья из города Ульяновка, Кировоградская область, сообщает о тревожной ситуации с самого раннего утра. Боится за супруга, которая работает в структурах чрезвычайной ситуации. Сейчас у них боевая готовность.